Недавно в комментариях у меня спросили, есть ли какой-нибудь способ сделать визуализацию вывески. Я подумал записать на эту тему отдельный видео урок. Я покажу, как сделать дизайн вывески на магазин в фотошопе, а именно объемные буквы наружной рекламы с подсветкой, дневной и ночной вариант. А в конце видео вы посмотрите, отличается ли макет для заказчика от фотоотчета после монтажа вывески. Итак, друзья, конечный вариант у нас должен получиться приблизительно вот такой. Это проект вывески на магазин сухофруктов. Я готовлю макет для заказчика на утверждение проекта. Это дневной вариант, но кроме этого мы делаем еще и ночной. Для того, чтобы показать, как будет светиться вывеска, приблизительно что ожидать заказчику после оформления входной группы. У нас есть вот такая фотография фасада. Давайте напишем название магазина. В моем случае это будет миндаль, в вашем случае это может быть все что угодно. Давайте подгоним размер приблизительно такой, как нам нужен. Пусть будет как-то так. Учитывая, что буква белая и фон светлый, нам нужно немного его затемнить. Я для этого буду использовать функцию внешнего свечения. Два раза нажимаю на слой, внешнее свечение. И выбираем какой-нибудь сероватый цвет, чтобы он не сильно бросался у глаза. Я отделю внешнее свечение, сделаю его отдельным слоем. Нажимаем на F от X и выбираем отобразить слой. Вот теперь внешнее свечение у нас отдельным слоем. Немного подрежу внешнее свечение, чтобы не заходило на вывеску. Буквы нужно преобразовать в смарт-объект. Я чуть позже объясню для чего это нужно. Правой клавишей преобразовать в смарт-объект. Учитывая, что мы показываем букву в объеме, нам нужно сделать небольшую деформацию всей фотографии. Я нажимаю Ctrl-J, у меня появляется новый слой. Ctrl-T, свободная трансформация. И зажав Ctrl, немного деформируем фото, чтобы получить легкую проекцию. С нашей вывеской делаем то же самое и выравниваем ее приблизительно тоже на глаз. Ну, я думаю, что вот так будет достаточно. Теперь буквы немного сместим в сторону и посмотрим для чего это нужно. Нажимаем Ctrl-J, мы дублируем слой с вывеской. И два раза нажимаем стрелку влево. Раз-два. Повторяем функцию Ctrl-J. Верхний слой мы оставляем пока без изменений. А все остальные нижние слои, которые под ним, мы группируем. Сгруппировать слои или горячие клавиши Ctrl-G. Теперь два раза нажимаем на группу и выбираем наложение цвета. Нам нужно немного изменить цвет. Учитывая, что это буртик, он будет слегка темнее, чем лицевая часть вывески. Не сильно правдоподобно получается, но для этого нужно добавить еще одну функцию. Внутренняя тень. Я захватил заползунок и выставляю ее так, чтобы она смотрелась максимально правдоподобно. Непрозрачно сделаем чуть меньше, но я оставлю пока вот в таком виде. Я думаю, этого достаточно. Можно еще добавить функцию внутреннего свечения. Вот мне кажется, вот так даже очень неплохо получается. Окей. Учитывая, что наша фотография деформирована немного, мы лишнее обрежем. Для этого выбираем инструмент рамка и обрезаем фотографию. Убираем все лишнее. Вот приблизительно вот так. Для чего мы сделали смарт-объект? Давайте посмотрим. Заходим в смарт-объект. Если вам нужно изменить что-нибудь внутри самого смарт-объекта, то в этом случае у вас изменится в том числе и бортик вывески. Давайте посмотрим на наглядном примере. Напишем, например, аптека. Ctrl-S сохранить. Смотрим. У нас бортик также изменился, как само основное слово. Ну, правда, поменялся шрифт, но то такое. Ctrl-Z. Alt-Ctrl-Z. Ctrl-S. Закрыть. Это очень удобная функция. И когда вы работаете с вывеской и меняете что-то внутри, то все повторения дублируются на глубину самой вывески. В принципе, вариант готов. Но, как я и обещал, я покажу еще ночной вариант, как она будет светиться. С шифтом выделяю два слоя вывески. Это лицевая часть и псевдообъем. Нажимаем Ctrl-G и пишем день. Дублируем нашу группу. Дубликат группы называем ночь. Группу с названием день пока временно скроем. Для того, чтобы показать эффект ночи, давайте продублируем наше фоновое изображение и выберем режим наложения, вычитание. Непрозрачность поставим приблизительно плацентов 60-70, даже 86. Добавим ночной слой в группу с названием ночь. Таким образом, мы получили два варианта. День и ночь. Я бы еще немного добавил свечение. Вывеска все-таки ночью светится. Внешнее свечение выбираем белый. Немного уменьшим непрозрачность. Давайте на группу добавим дополнительную тень, потому что бортик, то есть псевдообъем, не должен сильно выделяться. Ночью он будет тусклый. Здесь во внутреннем свечении можно добавить функцию наложения цвета. Изменим немного тень. Это многовато. Ну вот, пускай будет так. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот дневная вывеска. Вот ночная. Более-менее похоже, но сильно затемнен фасад. Давайте его немного тоже слегка приведем в порядок. Сделаем более правдоподобным. Заходим в группу ночь. На нашем фоновом изображении, которое затемняет нашу фотографию, накладываем маску слоя и выбираем инструмент кисть. Размер регулируем на свое усмотрение. Нажатие у меня стоит 10. Ничего не происходит, потому что у нас выбран белый цвет. Нам нужно белый заменить на черный. Нажимаем на стрелочку и слегка приводим в порядок фасад. От вывески будет небольшой свет, поэтому слегка подправим. Некоторые элементы сделаем чуть посветлее. Но я думаю, что вот так будет достаточно. Сохраняем наш макет. Я всегда перед отправкой проекта заказчику накладываю свой логотип. Я вам рекомендую делать то же самое, поскольку заказчики могут обратиться к вашим конкурентам. Если им что-то не понравилось, и конкуренты будут знать, кто для них разрабатывал дизайн. При отправке превью заказчику в мессенджер, я использую программу под названием LightShot. Она очень удобна тем, что делает принт-скрин экрана путем выделения любой области. Ctrl-C, отправить, Ctrl-V, ушло. Друзья, а теперь давайте посмотрим, насколько будет отличаться наш макет от фотоотчета после монтажа вывески. Немного расширим область и посмотрим разницу. В принципе, как вы видите, разница небольшая. Да, у нас больше виден борт, у нас немного неправильное небо. Но для визуализации проекта способ очень удобный и практичный. Я рекомендую этот способ. Попробуйте на досуге, как будет время. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. С удовольствием отвечу на каждый вопрос. Не забывайте подписываться на канал. Будет много интересного. На сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok